Ола, амиго, сегодня с вами Вакот, и сегодня мы играем в Фрост Панк. И кстати, ребятулечки, я много чего узнал по лору этой игры. Многие были в недоумении, а почему же они в такой холод пошли на север, то есть по факту на полюс, особенно с Великобританией. Великобритания сама по себе не сильно на юге, а тут еще и они на север пошли. Объясняю, точнее как объясняю, я тоже был в недоумении, а потом все-таки зашел на сайт игры и почитал лор. И я вам скажу, что все довольно логично, потому что когда вся эта жопа началась, когда все поняли, что зима уже не закончится, все хлынулись на юг, там где потеплее, но там особо теплее не было. К факту, вся планета сбежалась к экватору, и там начались войны, начались анархия, бойни, хаос и так далее. А британцы, как настоящие британские ученые, сказали, нет ребятки, мы пойдем на север, там никого нет, по-любому там будет безопаснее. Ну и в принципе в этом есть смысл, вот только помимо этого ты получаешь огромную проблему, потому что там намного холоднее. Ну и как-то так, не будем уже собственно говорить правильно или неправильно, в любом случае мы выживаем на том, что у нас есть. И сегодня у нас миссия пасти выживших, членов пропавшей экспедиции. Для этого нам нужно построить парочку зданий дополнительных. Во-первых, я посмотрел, у нас 34 еды, этого будет кстати очень мало. Нам нужно срочно строить, точнее не то чтобы строить, нужно назначить новых, скажем так, охотников, которые будут добывать еду. Потому что, как бы там ни было, каша 4 пищевых пайка из 2 еды. Это конечно хорошо, вот только, я думаю, нам надолго не хватит. Особенно если мы найдем новых членов экспедиции, то нам и этого будет мало. Плюс у нас в ближайший день начнется сильное похолодание. И нам нужно с этим что-то очень кряне быстро делать. Поэтому я так подумал, прикинул, посмотрел, подумал. И я думаю, что мы сейчас с вами начнем строить мастерскую. В мастерской мы сможем изучать новые постройки, новые интересные здания и так далее. Также нужно проверить, добываются ли все-таки нужные нам ресурсы, а именно уголь. Нам нужно угля намного больше, чем можно себе представить. Угля тут еще, в принципе, вроде есть довольно много. Дерево у нас... Все... Нету рабочих, у нас все занято, значит они работают. Хорошо. Наши охотники, они что-то работают, добывают, охотятся, нет? Вроде бы работают. 9 за один день. Ну, по факту это... О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Это уже нехорошо. Сколько у нас на складе пищевых паеков? 96. 96. Ну, думаю, нам хватит. Пока что на 1-2 дня нам хватит. Источник ресурсов... Почтите, получается один пищевой паек на одного человека в день. У нас... Где бы сказать, сколько у нас людей? Ну, было 80. Еще вроде никто не... Вот. Вот, 80 человек. Мне занятых 15 из 50. Запрещено 15. Это, по-моему, дети, да? А почему 15 не заняты? Ай-яй-яй-яй, они уголь добыли полностью. Понятно. Это хорошо, что я вовремя заметил это. Потому что сейчас бы остались без угля. В холодную-холодную ночь. Так. Пока вы добываете, строим мастерскую. Мастерскую построим сзади. Она не так сильно нуждается в обогреве. Ну, по крайней мере, мы сможем там... Майт из камен. Это хорошо. Но давайте вы сначала достроите. Вот так. Теперь назначим сюда 5 инженеров. И выберем древо технологии обучения. Так. Что у нас сразу же есть? Отопление. Это паровой центр. Это такая штука, которую можно ставить. Насколько я помню, правильно? Ставишь в какое-то место, и оно обогревает окружающие дома. Оно потребляет 3 единицы угля дополнительных в час. Есть же обогреватель обычный. То есть, это как, знаете, как маленькая батарейка, либо дуйчик внутри комнаты. И он стоит и обогревает определенную комнату, либо дом. И он тоже потребляет, но один уголь. На одно здание один дополнительный уголь. А тут можно обогревать больше, чем одно здание в округе. Ну, это как посмотреть, на самом деле. Изучение мира промышленности. Маяк. Это вот то, что нам нужно для того, чтобы найти, попробовать найти каких-то более-менее новых поселенцев, какие-то ресурсы, отправлять. Тут, кстати, есть карта мира. То есть, помимо нашего города, мы еще можем отправлять экспедиции в поиске рут, какие-то и так далее. И, насколько я знаю, тут должна быть огромная сюжетная линия. Поэтому маяк нам нужно обязательно. Ресурсы. Угледобытчик. Это такая штука, которая добывает ресурсы из недр земли. Тут ему не нужны какие-то там определенные залежи ресурсов. Он просто закачивает воду под давлением, подземные месторождения угля. Угледобытчик вымывает ценные ресурсы на поверхность. В результате образуется куча объемов до 560 единиц угля за обычный рабочий день. То есть, это достаточно для двух постов добычи. Кстати, я думаю, что нам нужно с вами постоить по пост добычи. Потому что, если так дальше продолжится, наши уважаемые джентльмены будут отмораживать себе конечности. А это, ну, мягко говоря, не хочется. Угледобытчик. Также есть лесопилка. Все дела позволяют изобретать полезные материалы из замерзших деревьев. Там они по бокам висят. И сталелитейный завод. Попоздают добывать железную руду из подземных месторождений и производить 40 единиц стали за день. Ну и быстрый сбор. Тоже полезная штука. Но нам пока и охотничье снаряжение. Я, кстати, думаю, что мы потом сразу же, после того, как изучим маяк, изучим охотничье снаряжение. Потому что сейчас у нас будет огромная туча народу, которую нужно кормить. Так, начинаем. И давайте теперь... Вот он работает только днем, да? Хорошо. А если мы сейчас, пока не наступили холода, заставим вас работать сверхурочные. И, наверное, вы так сейчас и сделаете. Они немножко расстроятся, но при этом все будет хоть немножко хорошо. Так, у нас больные. Нам нужно какой-то лазарет построить. Давайте построим маленький санитарный пункт. Он должен быть в тепле. Потому что там начнут люди замерзать, а этого бы не хотелось. Так. Тяжело больных. Один человек. Вот это плохо. Но сейчас они починят, поделают и все будет окей. Куда ты идешь? Чувак, а что ты делаешь? Охотничья хижина. Он охотник. А-а-а. Ну хорошо. Это хорошо, что он охотится. Так. Разлученная семья. Сэр, после строительства в мастерской к нам пришла женщина. Говорит, ее муж и дочь не добрались до города с основной группой. Но она верит, что они еще живы. Эта женщина хочет просоединиться к первой же поисковой группе, к которой мы вышли. Хорошо. Не вопрос. Мы сейчас вот изучим. Они вот сейчас изучат его до утра. И утречком мы построим и отправим, собственно, на работу. Так. Ресурсы. Склад ресурсов и пост добычи. Ребятки, на самом деле, я так подумал, можно построить пост добычи. В чем его фишка? Во-первых, там есть обогреватель. Люди не будут заболевать. Вот мы можем сюда построить пост добычи. И эти все ресурсы, все, кто здесь рядом есть, смогут добывать вот это все, не выходя из дома. Ну как, выходя из дома, но при этом не заболев. И не отморозив себе никакие части тела. И нам не нужно будет особо париться пока... О, кстати, законы. Давайте посмотрим, какие законы нам принять. Медики, ученые, бойцовская арена, суп, пищевые добавки. Ну вот, кстати, я боюсь, что нам со временем придется эти пищевые добавки добавлять, потому что... Потому что у нас потом будут проблемы. Ладно. Медики, ученые. Давайте дети, которые будут проживать в детских убежищах, будут подрабатывать... Медиками. То есть помогать, там, относить какие-то горшки, там, уколы делать и так далее. Либо же инженеры. Нет, я думаю, что все-таки лучше ученики-медики, потому что... Здоровье перевыше всего. Хорошо. Хорошо. Пусть дети учатся. Нам новые доктора не помешают. Это правильно. Я тоже так считаю. Так. И сейчас мы доучим маяк. И начнем потом с утречка строить. Так, у нас там... Суглим все пока что нормально. Но надолго его тоже не хватит. Хорошо. Хорошо. Давайте. Нам все равно нужно будет рано или поздно построить пост добычи. Потому что, как вы помните... Отлично. Так. Охотничьи снарожения, наверное, давайте сейчас изучим. И фишка в чем? Почему я хочу сейчас построить пост добычи? Потому что вот эти ресурсы, угледобычек, он когда добывает угли, он же их высыпает на пол, по факту. Их нужно подбирать. То есть, видите, тут этого достаточно для двух постов добычи. То есть, в любом случае, нам нужны будут посты добычи, чтобы собирать этот уголь. Поэтому мы сейчас... Давайте, наверное, накапим хоть немножко. Ух, минус 40 сейчас будет. О, нет. Ай-яй-яй-яй-яй. У меня аж внутри все сжалось. И при этом, при учете того, что у меня сейчас за окном у меня где-то плюс 32, но мне уже стало холодно. Я просто услышал этот звук мороза. Но ничего страшного, ребятки. Все у нас будет хорошо. Мы можем, в принципе, форсировать. Давайте посмотрим температуру. Ну, давайте немножко включим форсаж. Но главное не перегреть генератор. Потому что если мы его перегреем и засмотрим, если забудем, он взорвется. И тогда мы в любом случае проиграли, ребятки. Так, давайте доступно 5... возьмем 5 врачей. Пусть они работают. И мы будем работать вместе с ними. Так. Ресурсы. Пост добычи. Так, 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 так. Вот, пост добычи. Строим его... Вот здесь. И к нему про тропинку. Чтобы он обогревался хоть немножко. Надо древесина. Нужна древесина, которой нет. Отлично, 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 отлично. Мы еще это изучили. Теперь можно изучить, собственно, наверное, одно из самых важных. Это паровой центр. Давайте поставим паровой центр. Потому что это нам в любом случае лишним не будет. Так. Обморожение. Наш человек тяжело заболел из-за обморожения. Если людям придется и дальше работать в таком холоде, это будет случаться регулярно. Я знаю, я знаю, конечно. Надо что делать. Не переживай. Я все сейчас... О, кстати, у нас опять можем что-то принять, да? Нет, не можем. Ну, вот для этого я как раз и строю пост добычи. Поэтому, ребятки, сейчас ваше... Сейчас все будет окей. Не переживайте. Я все сейчас починю. Тут уголь этот. Значит, можно будет второй пост добычи сюда поставить. Хотя он не будет доставать до второго. И у нас будет проблема с углегенератором, как он там называется. Так, вы лечитесь вообще? Воздоровление, да. Успевается все. Стретительство идет. Теперь можно построить сюда дорожку. Вот. Кстати, думаю, что нам нужно будет сейчас построить еще где-то здесь дорожки по бокам, чтобы он обогревал из двух сторон. Или, по крайней мере, если мы захотим строить еще один круг вокруг нашего генератора, чтобы была возможность. Все, дорожка есть. Это уже хорошо. Все, построили наш дом. У них, кстати, как раз уже закончился рабочий день. Убираем отсюда. И у нас сейчас появляется, кстати, очень много дополнительно лишнего ресурса. Все. Хорошо. С этим у нас, в принципе, все стало намного проще. Теперь можно построить маяк. Маяк, я думаю, мы построим тоже где-то недалеко, чтобы... Вот сразу за лазаретом. Как раз прям туда входит. Идеально. А тут, кстати, нечего построить, потому что туда ничего не помещается. Или сюда, или... Даже не знаю, честно говоря. Чтобы не занимать слишком дофига места. Давайте, наверное, сюда маяк построим. Вот. Так, изучение технологии паровой центра. Отлично. Теперь ставим следующую. А именно, наверное, угледобыча. Потому что нам главное... Вот главное, чтобы не закончился уголь. Все остальное фигня. Потому что, если он закончится, то по факту мы все мертвы. Так. Не перегреваем. Смотрим. Следим за нашим генератором. Все пока что хорошо. Дерево технологии. Но мы пока ничего не можем. У нас нету дерева. Вообще никакого. Это что такое? Кто вы такие вообще? Это все охотники? Они что, только ночью охотятся? Вот оно что. Маяк построен. Мы больше не полутаем вслепую. Отныне люди смогут исследовать ледяные пустоши, окружающие нас морозные земли. Отлично. И вот. Наш шар взмывает в небеса. Освещая путь на долгие километры вокруг. Теперь каждый, кто будет видеть этот маяк, будет идти к нам. Наверное. На самом деле, скорее всего, нет. Это просто для банальной ориентации. И на нем, я так понял, кто-то должен сидеть. И во. Во, 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 во. Наш мир. Окружающий нас. Так. Пропавшая экспедиция. Кстати, вот мы, наверное, сейчас сюда и отправим наших джентльменов. Либо отправить разведзонду, чтобы на сколоне холма заметен темный вход в пещеру. Кажется, мы видели идущий от него дымок. Но сейчас дымок пропал. Много палаток. Видны люди. Должно быть это потерявший... А, кстати, это получается, мы видим с этого шара, что круг нас. Значит, мы идем сюда. Хорошо. Значит, нужно собрать экспедицию. Чтобы собрать экспедицию, нужно 5 человек и 30... Ой, и 40 древесины. Ну, хорошо. Нормально. Готовы к поискам. Толпа разрешается аплодисментами, когда воздушный шар для наблюдений поднимается над городом. Все горды тем успехом, что... Этим успехом. Ну, короче, мы поняли. Нам нужна победа. Давай. Давай, братишка. Хорошо. Тут нужно будет подождать, пока они на следующее утро добудут ресурса. Немножко. Или не немножко. Довольно много ресурса. И, получается, мы сможем изучать окружающие территории. Это должно быть круто. Правда, вот подъемник сломан. Не знаю, что нам нужно будет теперь с этим делать, но в любом случае. Это все лед, кстати. Это получается, что он такой круглый, потому что этот генератор сначала... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Форсаж. Нужно будет скоро выключить. Иначе эта штука взорвется. А мне бы этого явно не хотелось. Ночь в любом случае нужно обогревать. Час ночи. Два. Три. Тяжело больных шесть человек. Они не успевают лечиться, вы понимаете, в чем прикол? Из-за этих морозов... Нереально вылечить всех людей. Погиб наших один человек. Блинненький, блинулечки. Первая смерть. Один из наших только что умер. Болезни. Нечастые случаи в смертельный холод. Будут уносить жизни. Такого этот суровый мир. Нужно придумать, как избавляться от тела. Хорошо. Который книгу закона. У нас есть два варианта. Либо кладбище, либо избавляться от трупов. С одной стороны трансплантация органов. С другой стороны похоронная церемония. И все счастливые, здоровые и так далее. Ну, я думаю, что... Все-таки возьмем кладбище. Потому что, как бы то ни было, люди должны быть похоронены. Так. Так. Мы, по идее, сейчас... Нет, еще не можем. Хорошо. Форсаж. Фух. Спасибо, что меня предупредил. Боже, это было бы сейчас фиаско просто. Смотрите, он уже аж гореть начал. Сейчас он остынет, и все будет окей. Снова. Так. Уголек. Уголечечек. Эти добывают ресурсы. Но, правда, не так быстро, как бы хотелось этого. А эти несут еду. Да? Сколько они приносят еды? 12 за день. А почему так мало? Их не так много. И должно быть просто больше. Тогда мы сможем добывать больше еды. Хорошо. Что у нас с едой? Одна еда. Этого мало. Этого мало. Черт возьми. Порции гастовых употреблений нет. В принципе, нет. Вот это, конечно, трындец. Так. Вот это проблема. Это уже, на самом деле, довольно серьезная проблема. И ускорить это никак нельзя. Сейчас с едой у нас будет большая-большая проблемка. Так. Хорошо. Что мы можем сделать? Во-первых, мы можем что-то изучить новое. Быстрый сбор. Убежище. Теплица. Теплица, я так понимаю, дает возможность выращивать еду. Убежище. А-ха-ха-ха-ха. Блин. Угледобытчик нам нужен. Без угля мы никуда с вами. Просто у нас не будет шансов никаких. Поэтому уголь нам нужен сейчас первостепенно. Хорошо. Эти что-то пытаются добывать. Этого, конечно, явно маловато. Давайте посмотрим паровой центр. А, мы их можем строить на дороге. Отлично. На самом деле, это... Фух. Это, кстати, очень сильно упрощает нам жизнь. Потому что, если мы его строим здесь, то мы можем сразу очень много домов обогреть. И мы, наверное, этим и займемся. Мы построим здесь еще жилой центр. Если мы там найдем выживших, которых нам, собственно, и нужно спасти. Нужно будет новые дома строить. Эти новые дома нужно будет обогревать. Понятное дело. Двое наших людей. Ёперный театр. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Что-то... Прохладно. Там прохладно. Ясно. Ясно, 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 ясно. И вот не знаю, что делать. Понимаете? И форсаж я включить не могу. И с другой стороны я не могу ничего другого сделать. Ммм... Хм-хм-хм-хм-хм. Давайте включим на чуть-чуть форсаж. Прогреем его хотя бы. Чуть-чуть буквально прогреем. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. И вот теперь у нас проблема. Вот теперь у нас серьёзная проблема с живыми и мёртвыми. Потому что нам сейчас вариант либо строить кладбище, чтобы никто не заболел. Либо нам нужно строить лечение, чтобы лечить их. Но я думаю, сначала всё-таки давайте кладбище построим. Вот, наконец-то начались более-менее тяжёлые времена для нас. Хорошо. Ресурсы. Стоп. Во-первых, нам нужно отправить... А мы уже отправили, да? Нет, мы не отправили ещё. Сурок дерева. Ёперный театр. Ещё кто-то погиб. Критичный... Критический уровень нагрузки на генератор. Ёперный театр. Но это фиаско, пацаны, на самом деле. Я вам скажу так. Если сейчас пойдёт всё так плохо, то у нас большие проблемы. И я думаю, что мы сейчас поставим всё-таки режим и ночью, чтобы они работали круглый день. Потому что в ином случае мы тут загнёмся. Нам нужно дерево. Нам нужны ресурсы. И люди, нам нужно 5 человек. Хорошо, давайте так. Где мы можем... Откуда мы можем убрать лишних 5 человек? Где нам сейчас не столь критичны люди? Еда нам нужна очень сильно. Это нам нужно сильно. И это нам нужно... Вы понимаете, что неоткуда убрать людей? Нам нужно где-то взять 5 лишних человек. Отсюда 2 возьмём. Давайте возьмём... Я не знаю. Отсюда 2 человека. У нас просто столько умерло уже, что это просто пипец. У нас 74... 74! А почему 74? У нас было 80. Ммм... Блин, блин, блин. Это плохо. Так. Не занятых 5 человек. Отлично. Создаём новый отряд разведчиков и отправляем его в пропавшую экспедицию. Нам нужны люди просто пипец как нужны. Хотя, с другой стороны, если мы новых людей произведём, нам нужны больше еды будет. А еды у нас... Ммм... Тоже не очень. Короче, тяжёлая ситуация. Так, они всё заболевают и заболевают. Ну ты смотри на них. Ну как... Что с вами делать? Почему вы так медленно лечитесь? Идёт на лечение. 4 часа. Так, эти что-то бывают, но этого нам надолго не хватит. Это что-то изучает? Изучает. Еда у нас производится. Нету еды на складах. Вообще нет еды. Ещё один человек умер. А-а-а... На производстве. На производстве умер. Твою мать. О-о-о-о-о-о-о-о-о. На чрезвычайно... Ммм... Мы не знаем, что произошло. Но вполне вероятно, что это... Был сердечный приступ. Ммм... Хорошо. Нам нужно сейчас много чего строить. Людей у нас мало. Люди, нужно кладбище построить. Хорошо. Кладбище построим где-то... Чёрт возьми, не знаю где. Давайте здесь куда-то его поставим. А-а-а... Кладбище сейчас будет строиться. О, наши эти пришли. Добытчики. Хорошо. Это значит, что у нас сейчас будет больше еды. Построено кладбище. В городе появилось кладбище. Теперь мы можем хранить умерших. Да. Изучена новая технология угледобытчик. Великолепно. Теперь мы... Нужно его, собственно, и поставить. Потому что нам нужно добывать уголь как-то уже адекватным. Поставим, наверное, угледобытчик. И тут дорожка. Тут, конечно, немножко не в тему. Ладно, пусть будет вот здесь. Сойдёт. Разведчики достигли цели. Так. Смотрим. Исследователь. Давай, исследуем. Мы входим в лагерь, явившись из-за пелены снега. В взволнованные голоса хором приветствуют нас. Слава богу, вы нас нашли. Мы скитались дни напролёт, пока силы совсем не иссякли. Думали, умырём от голода. Взрослые дети окружают нас. Они готовы двигаться в путь. Обнуженная обсерватория, надёжное убежище. Отлично. Хорошо. Сопроводить выживших в город. Разведчики сопроводят выживших в город. Это быстро и безопасно. Или выжившие отправятся в наш город самостоятельно. На это у них идёт больше времени, и часть из них может погибнуть. Нет. Нам нужны все люди, поэтому сопровождаем их все в город. Плюс у нас открываются дополнительные обсерватории и надёжное убежище. Надёжное убежище. На небольшом холме у северной тропы стоит объёмистая цилиндрическая конструкция, то есть по факту генератор. Над ней развивается флаг Британии. Но ни пара, ни людей там незаметно. Странно. Интересно. Так, должно быть это необычное здание. Арктическое обсерваторие, которое Королевское научное сообщество возвело, чтобы исследовать причины вечной зимы. Над ней виден дым. Там кто-то есть по-любому. Здесь же никого нет, но там могут быть какие-то ресурсы, либо люди, либо, не знаю, ну, типа, там, скорее всего, какая-то проблема. Поэтому давайте сначала потом отправимся туда. Короче, посмотрим. Решим, наверное, уже в следующей серии, в любом случае. Так, а пока ждём наших уважаемых... Блин, некому работать на этой штуке. Давайте, наверное, отсюда возьмём, отсыпем парочку. Пусть они уже хоть чуть-чуть там работают. И сюда ещё. 329 и нам, в принципе, хватит. Поэтому нормально. Так, у нас нет еды, твою мать! Я не могу понять, в чём прикол. В чём прикол? Я не успев... Оно не успевает еду. Как это так вообще? Почему вы так дофига жрёте? А, они сейчас пришли. Эту еду они сейчас... Или как это? Капитан, когда от вас что-то потребует... Помните, людям обычно по вкусу самые простые и быстрые решения. Они лучшие. Не обязательно соглашаться со всём, в чём вас просят. Если найдёте своё решение, отлично. Хорошо, я вас понял, но это мне пока не поможет. 0 часов 36 минут. У нас сейчас... Дай бог, чтобы они пришли. Правда, не помню, сколько там людей. Поэтому мы сейчас... 22 человека. Инженеры 10. И дети 3 штуки. Отлично. С одной стороны, отлично. Они пришли. Вот они. Слава богу. Но... С другой стороны. Нам их кормить нужно. Вид родственников, которые нашли друг друга после стольких лишений, греет душ. Хорошо. Но неужели поблизости нет других поселений? Первые экспедиции были отправлены из Лондона уже давно. Поселенцы уже наверняка где-то обосновались. Они обязательно помогут нам. Сожрать всю еду? Да, я уверен в этом. Хорошо. Только я... Понимаете, в чём проблема? Я не... Я не знаю. Хватает ли этих 20 еды на столько людей? Тут нет какой-то определённой статистики. Ну, по-моему, я её не нашёл. Экономика. Нет, экономика есть. Охотничья хижина. Кухня. 100 плюс 20. А нужно сколько? Применение пищи пайков плюс 40 в день. Потребление пищевых пайков 101 в день. И знаете, что я понял? Там жопа. Это, конечно, дерьмово. Дерьмово, дерьмово, дерьмово. Просто я не уверен, что может эта статистика не совсем правильная. Но в любом случае, потому что я сейчас вижу... С едой у нас сейчас будут большие проблемы. Очень большие проблемы. Хорошо. Что мы можем сделать? Какие у нас есть варианты? Мы можем принять закон, который нам позволяет делать суп. Мы можем готовить пустой суп вместо полноценных блюд, чтобы накормить тем же количеством продуктов больше людей. Это, с одной стороны, хорошо. С другой же стороны, у них каждый раз, когда они съедают суп, это вызывает недовольство. И долго на супе их продержать нельзя будет. В другой вариант у нас есть пищевые добавки. То есть засыпать в еду опилки. Причем самое странное, что от супа с опилками они бунтовать особо не будут. Но при этом они могут заболеть. А у нас и так с медициной пока что все довольно дерьмово. Поддержание жизни. Проблема в чем? Если мы делаем радикальное лечение, у нас будут инвалиды, они не смогут работать. И нам нужно будет прокачать так, чтобы потом появилась возможность ставить эти имплантанты, руки и так далее. А с другой стороны, мы можем поддерживать поддержание жизни. Но это большой шанс, что все наши медицинские учреждения закроются. Потому что в них будет лежать просто огромная туча народу. И вот не знаю, что правильного, понимаете? А так, похоронная церемония, что такое? Уровень надежды падает вдвое меньше из-за смерти. Но это нам пока не сильно надо. У нас надежда вроде бы еще довольно неплохая. Ух, сложно. Сложная ситуация, на самом деле. Но я думаю, что в любом случае решать мы уже будем в следующей серии. Поэтому, ребятки, спасибо, что вы смотрели. Не забудьте подписываться на канал. Также можете поставить вот эти вот видосики. Ну и все. Всем удачи, ребята. И adiós.